Как пел Владимир Семенович Высоцкий, вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика, общеукрепляющая, утром отрезляющая, если жив пока еще гимнастика. Сразу же после празднования нового года наверняка кому-то из наших зрителей захотелось, как говорится, продолжение банкета. Оно и понятно, праздничный настрой может сохраняться у многих до марта месяца. Однако есть и те, которые если уж решили с понедельника заняться поправкой своего здоровья, то обязательно начнут эту благотворную для тела и духа деятельность. Жители МИАСа, отставив в сторону недоеденные салаты и выпечку, взялись за мяч, решив участвовать в традиционном новогоднем турнире по волейболу. Наша съемочная группа побывала на турнире. О том, как это было, смотрите далее. Заставить себя встать с дивана и заняться спортом и собственным здоровьем может каждый. Вопрос в том, как заставить себя заставить это сделать. В пятницу, 3 января, самые спортивные жители МИАСа и те, кому небезразлично собственное здоровье и самочувствие, пришли на традиционный новогодний турнир по волейболу, организованный группой активистов движения «Бегущий человек» в школе номер 10. К участию допускались смешанные команды, без возрастных ограничений. Тем, у кого не было своей команды, организаторы предлагали все же оставлять заявки. Впоследствии из таких игроков-одиночек составлялись сборные команды, которые затем участвовали в турнире наравне с остальными. Никто не остался в стороне. На мероприятии можно было встретить игроков любых возрастов. Даже в эти длинные рождественские каникулы, когда основная масса, скажем так, предпочитает, наверное, лежа или сидя на диване около телевизора с газетой, с книжкой в руках, люди занимаются реально активным досугом, физкультурой, спортом. Это не может не радовать, потому что это говорит как минимум о том, что люди стремятся и поддерживают свое здоровье на должном уровне. Я считаю, что это достойно уважения, достойно похвалы, достойно поддержки в дальнейшем. Количество заявившихся команд показывает неравнодушное отношение жителей нашего города к спорту и организации подобных турниров. Кроме того, из-за большого количества желающих, организаторы были вынуждены разделить турнир на две части, одна из которых стартовала во дворце спорта «Заря» ровно через час после начала официальной части в 10-й школе. Идея проведения новогоднего волейбола у нас уже не первый год была. Более того, в том году мы уже проводили новогодний волейбол на базе 10-й школы. Тогда были совсем любители у нас. В общем-то и в этом году мы задумывали, что будут только любители. Но очень много народу заявилось уже, около 14 команд, наверное. Поэтому было принято решение, турнир данный разделить на два зала. Один зал в 10-й школе у нас на час раньше они уже начали играть. Вот, там у нас любительские команды, в общем-то, уровень. Здесь сейчас, через 15 минут, у нас начнется уже турнир среди. Будем называть их таких любителей-профессионалов. Пейте витамины, занимайтесь спортом. И еще раз с наступившими праздниками поздравляет жителей МИАСа группа «Бегущий человек». Вместе со спортсменами мяч бросали Валентин Ефимов, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».